Музыка Настало время немного подопустить продажи. В частности, Музыка Во-первых, потому что они не хотят сотрудничать на городском и региональном уровне, но это не главная причина. Давайте разберемся. У меня здесь есть огромное количество бюджетных брендов, в частности, и вот как наши супертоповые. В частности, Мак, в частности, там, что у нас там еще, там, Доктор Бауман, карандаши такие под штукарь, там, выламывая. Очень бюджетные бренды, такие в московском понимании. Я считаю, что бюджетные бренды это ТЭФ, Артвизаж, Лили Кантани. Это то, что стоит 3 копейки, но при этом работает хорошо. Ку-ку, ребята. Вот Ди Санжи здесь еще очень такой бюджетный бренд записал случайным образом. Там тоже, как бы, цены, как у несбитых боингов. Ну, давайте вернемся к теме про никс. Джамбо Пенцел. Это продукт, который хотят все начинающие косметические маньяки, которые видели его 150 раз у тех, кто все это благополучно, значит, пиарит блогеры. И там реально накладывают из Джамбо Пенцел, он такой прям белый, молочный, повеклый, там синий на нем, он так ярко. Все круто. Возьмите, а лучше белую акварель от Джонс. Толку будет больше. Во-первых, этот никс плывет к чертовой бабушке. Во-вторых, вот эта подводка, которая стоит бешеного бабла, это, представляете, с собой вот честно. Гуашь. Просто обычную белую гуашь. То есть, а при этом там циник, мама не горюй, понимаете, в чем дело. Значит, девочки, обращаю внимание в сторону арт-визажа, Тейв, Лили Кантань и других копеечных брендов, которые, кстати, не текут, не бегут никуда. Это бренды, вот в данном случае, они такие, дороговаты. Это вообще только в Москве не нужно купить. Вот, здесь тоже, по-моему, корнеров пока нет. Доктор Байлман, очень классный карандаш, но ценник не дешевый. Мэйбелин, вот. Он может работать и как тенюхи, и как, там, я не знаю, база под тени растушеванная. И просто переносим цвет на руку, берем вот такую кисточку, допустим, да, и делаем брови. Это, вот, реально, поверьте, это очень-очень-очень-очень хорошая вообще штука. А каял у них, кстати, плохой. Кстати, в тени про карандаши забыла сакцентировать, акцентировать свое внимание на каяле от Фаберлик. Вот, реально круто. По сравнению с Мэйбелин, и стоит дешевле. Поехали по тушкам пробежим. Бегом по тушкам, мальчики и девочки. Чалабон, рекомендую, но быстро пересыхает, разбавляется парой капель для глаз. Буквально, два раза капнули. Доктор Бауман, вот, нифига не бюджетная, она очень классная тушь. Из этой же серии Avancen, обожаю. Как бы закончилась, купила новую, и это закончится, куплю еще новую. Из совсем бюджета, по 45 рублей купила в находке, вот, просто супер. Увидите это, берите, но я думаю, что я брала, если вы будете это видео смотреть, там, не знаю, через 3 года, или через 5 лет, такой, кстати, возможно, запросто. Может быть, уже не будет какая-то переформулированная история, но если вот то, что было намешано в ближайшее время, это вам попадется в руки, вы поймете, что я ничего не привлечу. Этот тушь, Диваж, из моей коробочки, производит ужасное впечатление, кисть и сама по себе тушь. Но, когда ты начинаешь с ней работать, ты понимаешь, что она вообще супер. Art Visage BB, тушь в коричневом оттенке, рекомендую. Не бежит, не течет, аллергии нет. Даже очень аллергичные девочки, вот, кто с очень чувствительными ресничками, вот, в детской группе у меня малышки есть, там, прямо, вот, только подносишь тушь, у них уже слезки бегут. Вот такие вот есть, девочки. Но, вот, BB, они там себе сами красили, вообще все хорошо. Значит, Clash Sensational, я не знаю, кто хотя бы раз попробовал. Так, Mary Kay гель для бровей, уже намешанный нами на мастер-классе. Прилюдно, прилюдно в артизажском флаконе. Значит, здесь просто гель для волос и пигменты Макс, с темно-коричневым, с мельчайшим шиммером. Ну, и тушь для бровей, броу, драма. Очень все хорошо. Ну, и тут случайно затесался блеск, вот, в совершенно не бюджетной категории. Поехали дальше. Мы сейчас переходим конкретно к очень классной теме, которую я, скорее всего, выделю в отдельную историю. Это помады. Субтитры сделал DimaTorzok